Привет, друзья! С вами Russian with Dasha. Я нахожусь в Карелии, недалеко от Медвежьегорска. Мы приехали сюда с мыслью увидеть северное сияние. Конечно, в этих местах северное сияние является огромной редкостью. Моя подруга нашла в специальном приложении информацию о вероятности, то есть с какой вероятностью мы увидим северное сияние сегодня, и это всего лишь один процент. Так что, наверное, мы просто хотели уехать из Петрозаводска, мы там провели два замечательных дня. Если вы еще не смотрели это видео, ссылка появится в углу экрана. Сегодня наш третий день в Карелии, и это был очень насыщенный и даже немного экстремальный по ощущениям день. Мы находимся в деревянном доме. Этот дом построил дедушка хозяина в 1955 году. После того, как внуки получили этот дом в наследство, они решили его просто сдавать туристам, таким как мы, чтобы они ощутили настоящий северный колорит этих мест, насладились ароматом леса, которыми пропитаны стены этого дома. Чем интересны эти места? Это место, где проходила Осударева дорога Петра Великого, а ныне берет начало Беломорско-Балтийский канал. Мы приехали в Павенец. Сейчас очень красивый свет, красивый закат. И вот здесь находится Никольская церковь и Беломор канал. И здесь расположен памятник, написано Осударева дорога, 1702 год. В 1702 году царь Пётр Великий перетащил волоком два судна из Белого моря в Онежское озеро. С тех пор трасса, положенная через тайгу и болото, стала называться Осударевой дорогой. Она стала прологом основания Санкт-Петербурга в 1703 году. Беломор каналу в этом году исполнилось 87 лет. Это первая советская постройка, в которой использовался труд заключенных. И условия были поистине рабскими. По официальным данным, при строительстве Беломор канала погибли 12300 человек. Но историки утверждают, что могло быть до 50 тысяч унесенных жизней. Сталину канал был необходим для создания Северного флота, чтобы перебрасывать в Белое море корабли малого и среднего водоизмещения. Беломор канал длиной 227 метров соединяет Белое море и Онежское озеро. Тем самым сокращая путь от Архангельска до Санкт-Петербурга в 4 раза. Беломор канал построили за рекордные 20 месяцев. Заключенным потребовалось прорыть 37 километров и построить 19 шлюзов, 15 плотин и 49 дамб. Вся работа осуществлялась вручную, техники не было, и основным орудием труда была лопата. Как пишут историки, попасть на Беломор канал было очень просто. И условия были поистине ужасные, люди получали очень мало еды. Если они мало работали, количество пищи им урезали, и тем самым люди просто лишались энергии. Если вы хотите прочитать подробнее об этом месте, я оставлю ссылку на статью в описании этого видео. Еще одно страшное место одно из самых больших захоронений жертв массовых репрессий в СССР. Большинство лежащих здесь людей были убиты в 1937-1938 годах. Большой террор — это общее название серии репрессивных операций НКВД, которые проводились на территории всего Советского Союза. Основные распоряжения по операциям отдавал Николай Ежов, но главным инициатором был Иосиф Сталин. В поименном списке жертв Большого террора, расстрелянных в Сардамохе, сейчас числится 6241 человек. Мы приехали на это место вдвоем, были сумерки. Дорога шла через лес от шоссе, нужно было проехать еще почти один километр по лесу. И вы знаете, я ехала с четкой мыслью, что я хочу посетить это место, я хочу посмотреть мемориальные таблички, памятники. И на полпути нам стало очень жутко. Мы припарковались, и осталось пройти, наверное, 50 метров, и мы поняли, что мы просто боимся. Наверное, нам нужно было принести с собой какие-то цветы или, может быть, какой-то венок. Но мы просто поняли, что нам действительно страшно находиться там вдвоем, и мы не смогли дойти до места захоронения. Мы просто развернулись и уехали. И я надеюсь, что все-таки когда-нибудь я сюда вернусь снова. Доброе утро! Да, я выгляжу немного помятой, но мы очень хорошо провели ночь в этом чудесном деревянном домике. И сейчас мы отправляемся обратно в Петрозаводск. Вы видите пар, это потому что сейчас минус 15 градусов. Скоро увидимся! Перед тем, как попрощаться с Медвежьегорском, мы заехали на вокзал, чтобы посмотреть это здание. Оно было построено в 1916 году. Мы приехали в третье место, это гостевой комплекс времена года. И сейчас отдохнем, сходим в ресторан, а завтра поедем в горный парк Рускеала. Доброе утро! Сегодня четвёртый день в Карелии. Мы приехали в горный парк Рускеала. Это место, где раньше добывали мрамор. Здесь находится вот такой мраморный каньон. Очень красивое место. Я была здесь в последний раз в 2016 году, и с тех пор много чего поменялось. Здесь сейчас какое-то проходит строительство, и, возможно, скоро будут коттеджи, я думаю, которые можно будет снять и здесь остановиться на ночь. Вот. Блин, как было бы круто на коньках, просто. Такая гладь. Машина завёрнулась, да? Думаю, да. Если вы были в Санкт-Петербурге, то вы 100% видели Исаакиевский собор. Мрамор добывали именно здесь. Обычно здесь много туристов, но сегодня понедельник, утро, поэтому... 28 декабря. Да, пока что мы здесь практически одни. Санкт-Петербург. 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 Идеальный фотофон. Санкт-Петербург. 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 Наше 4-дневное путешествие подходит к концу. Мы побывали в Сартовале, пообедали, купили сувениры. Я купила настойку из брусники и варенье из морожки, а также несколько статуэток из мраморной крошки. И сейчас мы едем обратно в Санкт-Петербург. Что-нибудь ещё сказать? Мне очень понравилось. Санкт-Петербург 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 Субтитры подогнал «Симон»